так здравствуйте на канале роспападжа сегодня 7 марта преддверии прекрасного праздника попробуем нашими подвигами хотя это вряд ли повеседить женщин вы самим развеся я заехожу на карту сталинград но эта карта летняя миссия только-только началась и попробуем выжить на моем любимом самолете по 40 на котором летал герой советского союза сафонов миссия загрузилась сейчас посмотрим так 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 полетим с юга с юга посмотрим что что как обстановка тренируем так вот целая команда смотрю в они стоят в одном складе возможно они все на связи это это будет дополнительной проблемой может быть он шал шалзы красных полетел сегодня ну все все киллы отберет напомню кто может быть не знает что вот этот товарищ шал очень очень опытный пилот постоянно очень много летает и если посмотреть статистике то он бывает в сотки пилотов иногда и в десятку пилотов попадает по результативности за месяц это знаете ли очень серьезно это хорошо что сегодня он на моей стороне на нашей стороне к нам сегодня присоединились и другие товарищи из этой очень сильной команды которые они летают что-то сегодня игра подкризивает 4 5 бойцов они постоянно летают на связи и очень результативно он пишет привет писать не люблю я в чате вот тут управлять рулить надо по клаве давить вообще никакого резона продолжим пока никаких целей конечно нет ничего только еще раз говорю миссия только-только 253 и вот боюсь что мне подвиги то ребята не ведутся вершине всех немцев то поразгоняет приветствует приветствует подтремируемся и может быть тоже чуть-то напишем так так можно конечно слетать на хорошей высоте разведку вскрыть аэродромы но если будут бомбардировщики так пока вот никто на морду на бомберах не садится смысл особого нет бомбить наверно никто не собирается вот вся команда я вижу вот товарищ x13 вот это все маэстро это все ребята такие серьезные особенно подчеркиваю товарищ шоу так кто нам противника противника пока не знакомый мне так много откровенно летают по большому счету что там час вылетел прибили ушел завоевайте воздушное превосходство ну ладно пойдем туда превосходство ну ладно время дня неплохое видимость такая хорошая хоть и такие облачки но они так кстати с удивлением заметил что облаката движутся это было приятная такая приятная неожиданность самолет д-3 д-3 вражеский идет вот по пути визит может быть визит д-3 попробую убить разведчика они уже в зоне а так это наверное наши идут туда ищем разведчика а идет это так 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 ищем разведчика Да, это разведчик. Берем все нитки. Греемся. Вроде нет, при крышке не видно. Идет об одиночестве. Готов. С почином. Ну, это был бот, конечно. Более стрелял. Шел по прямой, я стрелял. Издалека. С открытыми очередями. Но это если был вот человечек, да? Что, настоящий человек, а не бот, он бы. Ух ты, кто так пробивает. Да, бот продевали. Довертелся. Пришла помощь. Маэстро. Попал, по-моему, по нему. Он переключился на маэстро. Да, вытягивай. Готов. Ну что, у нас самолет немножко покоцанный. Да, чуть было головокружение от успеха. Надо уходить. База рядом. Спасибо всем. Напишу сейчас, приеду. Так, а это кто? Там буй идет наверху. Да, подошли. Маэстро. Вот здесь нитки стреляют. Выраженность, что ли? А, нет. В трех метрах трудной базы погибнет. Не хотелось бы. Так, закрылки. Закрылки нормально. Не повреждены. Не по коцам. Это хорошо. Идем на посадку. У бомбера, наверное, у коца. Он тут сейчас сильно низко пришел. Там кто-то его долбит. Я не хотел. Там, ребята. Я не хочу, чтобы я добавил. Идем на посадку. гардирующих это вот что ли да тут же рядом у нас от наша база не прилетели бомбить понятно напишу к я парням спасибо а пойдем отбивать атаку штук они конечно уже бомбились как бы теоретически то смысла особого нет выводят x13 долбит вот он вращается похоже сирог сейчас пробьют конечно да он не выйдет ух ты он врезался и обалдеть я ничего с высоты то на его пикернул то на маст на мастера ну бывает да тут не рассчитаешь глазки потемнели и на этом подвиги заканчиваются так что и шанчок там вон был только это кто такой так вон туда прошел смотри как резво так идет прямо на фоне земли то его и не видно ух ты перегреваемся как так 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 завертелся не не выйдет так так бзм и потратили перегрелись тут еще один что ли ема ем 110 или это штукенция ах тварь ты такая это без скорости почти смотри ах тварь ах тварь ах тварь перегретый ах тварь ах тварь ах тварь ах тварь ах тварь так это был человек ах Василико наверное грузинский летчик так ну надо перезарядиться ух немножко аж я и удивился думаю что эта штука так по-человечески то полетела то так уходим уходим маэстро привет всем привет парни что там где три ушли бомберы видимо пригнали ну да ладно надо садиться теперь отст podob все по-человечески там Субтитры сделал DimaTorzok Интрига Растает Маэстро, похоже, в паре сам решил ходить Жалко, что в тундре нет голосовой связи Хорошей, кстати, выдумывать какие-то голосовалки Не всегда бывает удобно Не так бы раз Но вот сколько не видел я симуляторов Или игр таких, которые встроены, голосовалки Не все удачные Вот, пожалуй, голосовалка мне нравится Райдинг Шторм, редоркестра Ну там бегайте пехотинцем за Второй мировой война Сталинград очень клевая игру Может быть, даже я начну на нее бегать Так, кто-то кого-то там прибил Прибил, а немцы бомбятся Так, а что из задачи? Друзья, наземка Пойдем к наземке Так, кто-то по-моему-эстро Так, кто-то по-моему-эстро Пойдем к наземке Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Ты как у меня дымой-то забыл. Слушай, дымами иногда пользоваться, в принципе, полезно. Хотя, конечно, это на самом деле, да не было такого, никаких дымов. Но сделали и для красоты. Может быть какие-нибудь пиропатроны там все-таки были, но вот так, что там они часами там дымили, это, конечно, фэнтезиатина. Но поглядываем, уже поглядываем. Моястро идет, конечно, смотрит тоже, но на друга надейся, а сам не плашай. Вот там Астерензор крошит наземку, где-то по-незам, там, видимо. Ой, там еще и аэродром рядом, но и у кематалки. Как-то не очень туда идти. Чисто из-за зенитов, видимо, в игре зенитки на аэродроме, конечно, самые злые. То есть, он разбирает крепко. Так, что-то в моей стране написал. Ага, внимание, на указанный квадрат. А, точку А пошли. Ну да. В принципе, разумнее туда утечить, под этими зенитками. Убиваться. Команда Мшала, говорю, еще раз надо прислушиваться. Это очень результативный игрок. Ну, может быть, не по очкам-то, кто-то играет там годами, там, у него там миллионы на счетах. Это не очень показатель, а вот именно по соотношению побед, наземных целей. Вот он, конечно, и вот эти вот ребята его в команде, они очень достойны. Сегодня предпраздничный день. Вечер, и народ. Завтра-то же оно не дадут. Завтра же надо пылесосить там празднично. Вот. А вынести мусор, наконец-то. То есть, это выполнить супружеский долг. Я про мусор, конечно, а не то, что вы подумали. Вот. И отметить праздник. Облачка, конечно, такие, как бы, не очень-то вот это все поднимет, усить, что ли. Выше-то. Выше уж подняться. Хотя это может быть и неправильным решением. Контактов много. И это может оказаться даже хуже. Потому что думаешь, что свой, а это не свой. О, и мухарлем. Это тоже товарищ из команды, о которой я говорил. Вот эти книги, увидите, во врагах опасайтесь. Ну, толпа большая. Думаю, сейчас это мгновенно в эту точку отожмем. Вот они дружно летают, ребята, все вот тут на связи. Так вот, и, конечно же, все быстро у них получается достаточно. С минимальными потерями. Вот, отжалось все. Сейчас ждем команда, что там скажет. Шал. Ух ты, как вибратор отрабатывался. Вот, какое-то странное вышло обновление. Вот таких лагов у меня, вот, никогда такого не было. И вот опять. Так, ну и что, команда, где команда? Опас, дай команду. Ладно, пойдем за маэстро. Просто что, мы с ними. Захватывает звон. Еще одна. Какая-то... Зона за зоной открывается. Шутка. Так, указанный квадрат. Ну да, маэстро дал команду. Сейчас вот все туда шпарим. Как-то двое сомневающихся появилось. Ага, папочка с нами. Куда же я от вас денусь-то, е-мое. Ладно, чай я не люблю писать. Мерзарцы. В ютуб они попадут. А, да. Конечно попадут. Еще как попадут. Я им до воли-неволи такую рекламу даю. Они должны мне сами потом... Должны будут, в общем. Такое славно. Так, ну не отвлекаемся на болтовню. Она может оказаться смех смехом. А в ютуб-то может мгновенно прекратиться. Так, и... И, ага, и вот. Облачка, тада, там сейчас это все. Входим. Сейчас войдем в зону. Выше непонятно. Стрельба пошла. Может, у зенитки. Да нет, похоже. Кто-то по кому-то сшмаляет. Ну да, вот так они будут нырять чувствовать в облака, выходить. Это все. Ага, миссирок, миссирок. Миссирок, миссирок, миссирок. Пошел за нашим. Ох, ты рядом выскочил. Не попал. И пойдем совершенно. Поправка. Не туда-долго. Промазываю, промазываю, промазываю. Ну и где он там? Прыгнул. Так, не расслабляемся. Так, еще один. Где-то взбитый. Не поймешь. Выживальщик. Первым делом. Ага, похоже, миссирок подошел. Да, наверное, хорошая энергия. Ставим заградительные очереди, но пока не очень удачно. Попали. Крутится. Так, по мне стреляет. Союзник, наверное. В ажиотаже. А, нет. Это был не союзник. Это подошел еще Хеншель. Моторчик немножко подкоцанный. Надо, конечно, выходить из боя. Так, я бы не продержусь долго. Так, куда я погиб. Ух ты, тут же у них рядом аэродром. То-то они мгновенно пролетают. Ну, что такое? Взбиваем, взбиваем. Надо уходить. Уходить. Масло греется. Надо уходить. Простите, парни. Мне надо уходить. О, не дай вот уходить. Так. Ну, что. Тянется, нет за мной. Тянется. Что, выноси. Выноси залетное. У него 112-й Хеншель. Он должен менее скоростной быть, по идее. Давай на перегреве. Тянется, тянется. Давай, 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 давай. Так, все-таки надо охладиться. 447 почти идем. Не думаю, что он такую скорость набрал. Был бы Мессер, конечно, бы он меня достал. А Хеншель вряд ли. 112-й. Надо уходить. Тортик-пилот немножко подраненный, похоже. Выживальщикам не привыкать по больницам валяться. Санитарками. Познакомиться. Давай вот на этот. Выйдем. Вроде средний поближе. Кто-то ведет со мной, по-моему, и шаг, что ли. Так, перегрелась вода. 8 километров осталось. Давай, 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 давай. Охлаждаемся. Вроде бы и шачок по-корту вот так. Давай еще раз с разгончику. Под 450-430 разогнаться бы. Ага, Маэстро идет. Ну все, мы с Пасиной. Так, Винин родной ВВП. Так, он туда пошел заходить. Ну и мы тоже с его параллельно сядем тогда, как полагается. А не как навстречу друг другу. Как можно делать в тундре? Там руководителя полетов тут же бы к стенке коврагу притащили бы. Мы тут же расстреляли бы за это дело. Ну в тундре все возможно. В тундре все возможно. Косед у нас дополнительный, ага, Маэс впереди идет, что-то я не глядя-то заболтался, чуть скорость не потерял. Ох ты, тут пробомбили-то как, ой-ой-ой, вот это эпик фэйл, это было круто, но ни по кому не попали, ага, шнур перевернулся, но бывает под такими разрядами, конечно, это было круто, парни, это было нечто. Ну все живы, здоровы. Ну да, у него на борту это фиговинка, нотная грамотка. Ну пока, пу-пу-пу. Удача в нашей стороне. Вообще пилоты, ну не знаю, по крайней мере байки такие ходят, что достаточно более суеверные люди. И вообще на фронте типа на фронте атеистов мало было. Вот, это все вера в чудеса, она всегда людей, конечно, выстоять помогала. Масса прикольных таких обычаях летчики, по воспоминаниям штурмовики, там вот я не знаю, по воспоминаниям давно читал. Было обязательно, значит, перед полетом помочиться на колесо, да, и даже если не сделал, то это, в общем, механики очень обижались. Кстати, что, типа, нарушаешь традиции, и удача отвернется. А удача-то штурмовикам была нужна, а уж кому-кому. Так, 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 а вот мы что-то заболтались, а тут какая-то идет, ведь пробивает он, похоже. Да, да, ну и что немец будет делать, пойдет вниз, нет, вверх, пошел, грамотный, грамотный. Так, не теряем, смотрим, охлаждаемся, немножко и вот так вот бочком-бочком, ага, доворачивает, маэстро. Ну и что он сделает? Эх, не свалится бы, скоростежки-то совсем мало. Так, поклевать только. Ну, разлили мы его, нет? Пошел. Стенеть-то вот как-то мы его с высоты-то. Греемся, черт. Оттягивает на свою территорию, конечно. А, ну да, он залетел-то к нашему-то, мама, не горюй. Вот лето, вот чуть дал форсажу, лишка, и вот все, вот он, все. Так, что мы настребляем, что-то тянет плана. Ну, маэстро, не бросаем, идем. С нами еще товарищи. Так, а вот маэстро-то заходит на шесть-то, а? Так, парни-то не видят нифига. Вот тут, конечно, радиостанция вручала. Но он бьет пока по Яку, по-моему. Попадание есть. Что, выйдет, не выйдет? Ну, вот черт. Так, этот вниз пошел. Ух ты, какой маэстро-то пытается пробить. И куда он пойдет наверх? Давай, 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 давай. Не достанем. Готово. Так, что у нас в БЗ? Пока есть. Где парни? Не вижу. Что, куда я улетел? А, ну, этот путь. Так, маэстро-то ниже. Что? Жив-за-взыв-здорог. Что-то как-то по низам идет непонятно. Что-то как-то нехорошо. Вроде не дымит. Мы наблюдаем, что он там. На лесу он уже потерялся, его не видно. Я самого не видно. Ой, там за рубу у Филдата идет, елы-палы. Ну, конечно, что они там взлетели тут же, постреляли. Сбили их, опять взлетели. Патронов 717. Так, давай вот так по краешку пройдем и в точку АТА подальше зайдем. А там-то уже какой-то верхний там есть. А, Шал сел на этого. На Юла, ну, понятно. Сейчас пока мы тут щемим, он там, не щадя живота, штурмит. Так, это понижено, вроде как контактик такой-то жирненький, непонятно, вроде на як похож. Надо заходить в зону, помогать, начинать. Вон, G-G14-е подошли. Кстати, о птичках, как Наруто. Ну да, почти паритет наших чуть больше стало. По два человека. Так, вон там пошел. По-моему, массерок пикировать. Так, массерок пикировать. Красная растет, значит, их больше тут. Преимущества у них больше. О-о-о, вон они. Да, чуть четверо, что ли. Точно, я не знаю, как моталка. Это, конечно, капец. И точку не отбить. Патронов мало. С пятью связываться, это, конечно, просто самоубийство. Я понимаю, что это самый быстрый путь героя Советского Союза. К звезде. Но она может быть посмертна. Вот что, видно тобой. Так, а вот на нас заходит. Так, обнаружили. Ну, мы на своей территории уже, как бы. Давай-давай, вытягивай, вытягивай, родненький. Как греемся-то, а? Что, еще подошли, что ли? Обалдеть. Вот они догнали собаки. А я перегретый. Где месер? Где-то где-то есть. Где-то где-то есть. Давай-давай-давай-давай-давай. Патронов-то намерно. Экономить надо. Не попадаю. Газожок. Пока ему хватит. Надо другими смотреть. Что с патронами? 191. Так. 191 патрон. Надо уходить. Надо уходить. Стреляет. Ну, давай-давай-давай-давай. Так. Отвернули. Так. Территория наша. Идет, не идет. Один. Отвергается. Вроде. Пошел. Куда-то. К своей. К свою территорию. Так. А мы идем к Филду, конечно. Пока-нибудь. Привязались. Вот о пользе. Вовремя уйти из Буэя. Кто-то перенитал. Наверное, наш все-таки. Так низко пролетаешь на село. Как всех курей там до инфаркта. Довести можно. Было, наверное. Я порос преждевременный. Да. Чего у нас? Времени. Да. Полчаса боя. Нет. Час почти. И такое напряжение сил. Конечно, если вот виртуально так вот эмоционально отдаешься игре, то устаешь все равно. А представьте, какие еще физические нагрузки это все там. Полчаса этого вылета, 40 минут, действительно летчики падали, наверное. Просто вот не зря там эти все усиленные питания и прочие были деланы физические упражнения, чтобы летчики были физически сильные. Отбирали лучших, в общем-то. У меня дед, фронтовик, в свое время мечтал быть летчиком, в 31-м году, по-моему, да. И не прошел по здоровью. Ну, пошел тогда вот учиться на шофера. Это было тогда получить права, стать шофером, это как космонавтом стать, понимаете. Вот это все, жизнь далась в 31-м году. А летчики его не взяли, что там носовая перегородка, как ерунда, короче говоря. А потом-то, когда война началась, он воевал в понтонном взводе, там тоже хлебанул там всякого. Потом они под обстрелами строили там всякие переправы. Тоже не позавидуешь. Он говорит, а если б я летчиком был, то я все. Ну, бабкашка не дождалась бы на меня. Это точно. Вот тогда он возрадовался, что в летчики не попал. Вот такие вот суровые реалии на самом-то деле. Ходить в кожаном реглане – это хорошо. А вот так вот в небе – это плохо. Ну да, как пожар, так хоть увольняйся. Как вы анекдотите про пожарников. И коллектив хороший, и зарплата. Но как пожар, так хоть увольняйся. Что у нас на фронте? На фронте идет перевес неплохой. Что там пишут? Ага, Шура-то киданула, точно. Возрыв. То есть волна, смотри-ка, это все работает, физика. Ты смотри, как они. Молодцы разработчики. А я думал, он так садится, прям на линию взрывов, так без последствий. Так, ну, странно, да? Вот Макфрис пришел, а Макфрис за немцев летает. Тоже интересный товарищ, очень пилот со стажем. Я как-то в одном вылете, по-моему, начинал про него рассказывать. То еще вот он с Ил-2, большой фанат Ил-2 был. Именно фанат такого вот жесточайшего харкора. Вот он организовал войну нуль, так сказать, нуль называлось. И вот сервер он держал очень много лет. И там собирались вот самые отбитые на бошку иловоды. Там было все ограничено. Количество жизней, количество самолетов. Очень жестко там леталось. И просто самый был такой вот реалистичный, ну, в игровом смысле, военный сервер по Ил-2. Там много было спорного, но игра, она же игра, да? Но вот еще раз говорю, вот этот человек ввел проект долгие годы. На его плечах держался этот проект. Вообще Ил-2, вот от Мэдокса, я считаю, в свое время он, конечно же, большой вклад вообще сделал в патриотическое воспитание молодежи и интерес к истории. Он подстегнул к авиации, вот, далеких людей многие. Это вот по всему миру, причем не обязательно, это только вот в нашей стране там дело, да? Он сделал большое дело, я считаю. Ни один симулятор что-то сохнет. Я считаю, вот такого прорыва, как произвел Ил-2 в свое время от Мэдекса, до него вот такого не было. Были симуляторы, да, но все это так было. Может, так совпало, что вот компьютеры, графика позволяла более-менее картинку красивую, физику обсчитывать. То есть все просто так сложились звезды, что вот это все выстрелило. Так, мы воспоминаниям предаваться не будем. Вот, ошибка-то, оно, конечно, мы не на заваренке сидим. Шур тоже на Ила пошел. Так, 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 а Шал перешел на Кубру. В ПВО постоим, что ли? Атакуйте точку по А. Ой, далеко до них лететь. Обалденно, коверико. Тут высотный ходит. Сильно высотный. Так, а это кто-то по низам идет так будро. Проследим. Ну, ну, вроде наш. Что-то на Ила похоже так. Жирненький такой силойтик. Товарищ Шур Долбец. Ну, подойдем поближе. Вдруг его там клевать начнут. Попытаться хоть спасти что-то. Где-то звучит какой-то. Так, а где война-то, Арсений Майк? Отжали. Мания на карту. Там что-то происходит далеко. Какой-то странный контакт. Это может быть даже вот бак игры. Вот я в прошлом миссии тоже замечал. На горизонте торчит точка какая-то. И не приближается, и не удаляется. Ну, и что там внизу? Затишье. Где-то гибнут, ребята. Надо уходить какой-то как-то южнее, наверное. Вот какие-то три контакта, и что-то они как-то движутся. Да, стрельба. Все, погнали. Разгоняемся. Все. Ух ты, выше нас-то проходит. Так. Такое ощущение, что это 112-й по низам идет. А вперед мессер проскочил, а тот за ним идет. Неохота, конечно, спускаться сильно. Ну, у меня идет, ага, да, он за мессером тянется. Ну, надо начинать, конечно, с заднего. Так, он, похоже, заметил что-то. Пошел наверх. Ага. Ну, халем тут. Да, вот оно, горячее небо Саренграда. Так. Еще и подцепанул немножко его. Что-то вообще непонятно, куда делся. Ну, и? Да, разбился. Все-таки я его напугал. Что у нас дальше? Маловато высоты, конечно. Есть попадание. Есть попадание. О, нехорошо свалки стоять, такое, вирозетто. Пробили меня, надо уходить как-то. Молодец, молодец, вода перегрелась, а тут подошел 112-й. Да, собачья свалка тут, патронов-то маловато еще, давай, 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 дотягиваем, 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 дотягиваем. Так, ну все, парни, парни, надо удирать это все, я перегретый, без патронов. Надо уходить, надо уходить, волнительные были моменты, чрезвычайно. Я выручал, меня выручали. Вода 128, вообще мотор. Что там? Ага, масло сумело хоть, вода тоже стала в норму почти. Я улаты идет, ага. Помахалка, религия. Наверное, тоже знакомый, виртуально образовался. Так, немного осталось. Немного осталось. Но не расслабляемся, мотор желтый. Масло. Масло. Нормально, дотянем. Дотянем до леса, решили друзья, как пилось в песне. Я сопровождаю, похоже. Спасибо, друг. Это здорово. Тогда я буду садиться, наверное, на правую. Я буду лапцентрировал, наверное. Продолжение следует... 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 Ладно, пойдем вот так вот, ближе к линии фронта, хотя из облаков может вывалиться. На определенных режимах обзора сквозь облака контакт просвечивает, и конечно, ага, дворуха, подрыв полный, вот так сделана игра, и это работает в обе стороны. Да, война там идет, надо помогать. В Битязо-Сталиндраг там, конечно, облака работают более корректно. Когда облачко зашел, то все. Так, похоже, какой-то тальянец. Ну-ка. Да. Так, еще пришел подозрительный контакт. А тут их масса подозрительных контактов. И выше на днае прошел. Нельзя его терять до этого верхнего. Понизу-то, ребята, надеюсь, разберутся. А вот это на энергии-то хорошо ходит. Так, на меня, на меня заходит. Как-то вот так вот. Попробуем. Да, это мешка. Что-то такое надо изображать. Перегреваемся. Отвернем. Ну-да. Давай-давай-давай-давай-давай. Завертишься. Ну что, шанс есть. Есть попадание. Не свалиться бы в стопор. Ну что, он завертелся. Ассасин, мочи! Так, командование-то знает, кому же запишут его. Ну, групповая цель, конечно, чё тут же. Вообще, тут больше шансов столкнуться со своими. Макфриз упал. Да, запинали, парни. И никому не записали. Ну, будем считать, что... Так, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Он прискакивает вверх. Нельзя тянуться, им скорости у нас маловато. Сзади. Да, макак, конечно, в этом отношении чума машина. Не маневренный, но он как дурь разгонится, так это... Только в путь держит, вылетел, он километр, наверное, набрал. Больше. Так, а его кто-то достает уже из наших лет. Так, а его кто-то достает уже из наших лет. Так, и шинчок там. Так, это кто-то приуралился. Надо как-то чуть в стороночку отойти. Начать набирать высоты. Давай еще заход. Не стал стрелять. Потому что я ему всю эту прицельную линию-то вышел. А у него скорость-то была. Ого! Точку А. Ну вот, надо к точку А уходить заодно, и там ее будем, типа, отбивать. Надо поглядывать, поглядывать. А так-то много, расслабляться нельзя. Думаешь, что свой, а отказался чужой. И будешь свой среди чужих. Так, шачок его долгий. Ну да. Это хорошо. Не вытянет. Вытягивает. Есть! Ну, малорик ассасин-то. Ё-ка, рыны бабай. Малорик вывесил так его и грохнул. Мастер! Че сказать. Есть еще порох в пороховницах. У нашей молодежи. А И-16 подловить такого быстрохода. Молодец. Правильно просчитал тебе траекторию. Выжил из техники все, что мог. Хотя там, конечно, это вроде как живой. Или неживой. Ну ладно. Мы в тучке. Пока восторгаться прекращаем. Так, это кто? Это мой хорлел. Привет, друг. Извините, что я не зашелкал. Ага. Так, меня пробивают. Масло плохо, плохо, плохо с маслом. Парни спасают мою шкуру. Мотор почти выбит. Так, территория наша. Да, 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 да. Парни гоняют его. А мне нас садится на вынужденную. Но высоты мало. Не прыгнуть. Там деревца, конечно, поднимем. Там деревца, конечно. Тянем, 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 тянем. Тянем пока колеси. Так, закрылки. Ага, они симметричны. Ладно, на дерево бы не напороться. Так, касание. Волнительный момент. За рощицу-то... Хе-хе-хе. За рощицу-то... Березовую перелететь-то на остатках энергии. Вообще круто. Так, наша территория. Сейчас побегу. Ну что, самолет один потерян. Дружба. Фройншафт. Продолжаем вылет. Так как... Выживальщики мои правила не нарушены. Я сел в поле. И даже самолет, наверное, починит. Так, теоретически. Он не разбился, ничего. Немцы празднуют победу. Так, идет применящийся. Руба-ос наш. Пешечка, да? Так, а этот, какой-то его сопровождает Мухарлим. Так, там идет заруба. Так, пешка все-таки не дотянул чуть-чуть. Эх, парни, как так? Вроде заходил нормально. Ой, и украшит. Так, похоже, наверху-то все-таки враги. Надо бы еще приподняться бы. Так, парни долбят, молодцы. Ну вот, Вик вышел. Да, расстроился парняга. Под нами какой-то шум. Ага. Это кто? Непонятно. Вроде как по расцветке-то лак. А может, это и шачок такой. Да, и шаг, и шаг, конечно. И шаг. Бой куда-то смещается. Все глубже, ближе к аэродрому. Там иноземка подползла. Вот. Глаза разбегаются от контактов. Принять решение трудно. Но надо выбрать и не ошибиться. Раз уж такую стезю я себе полетов выбрал, по-взрослому, будем осторожнее летать. Вообще, я читал вот эти воспоминания, как бы, вот, ну, не кидались они друг на друга, вот, летчики в бою. Вот воспоминания там даже, вот, стычки такие, раз, так-дак, стрельнули, разошлись. Там, как-то вот они быстро определяли, кто как летит, и вот, опытный, неопытный. И сразу же по зубам они себе выбирали. Вот, по-моему, воспоминания, забыл этого, дети, как Героя Советского Союза, что 20 минут они крутились друг с другом, с мессером, и никто не мог зайти друг другу хвостом. 20 минут там, это просто он выжатый был, как лимон, и он, и немец. И потом так вот идут параллельно друг к другу, и поглядывают, и так потихонечку стал он отваливать, 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 и немец стал отваливать. И этот радостно так, как, да нахрен ты такой умелый. Ну, и немец, похоже, то же самое подумал. Мы что, поняли, что встретились два равноценных мастера, и что там было у каждого, патроны на исходе, бензины на исходе, и предпочли прекратить битву. Да и такое вот было, что вот. Это вот, по-моему, такой ресурс был, и он и сейчас есть. Я там, я летал на Ил-2, там я летал, я воевал, там, Драбкин, по-моему, да. Но там эти воспоминания много выкладываются разных, в том числе и летчиков. Так, мы заболтались, ё-моё, Драбкин, Драбкина. Ну, и где их тут? Аэродромчик. Ну да, вон он, аэродромчик. Все оттуда они бодренько взлетают. Да, тут. К наземке спускаться-то не больно-то. Интересно. Конечно, лучше ПВО-это танки. А бой-то идет, да. Подо мной ребята рубятся. Да, я прям на филтах пикирую. Вот он какой-то красно-босенький, да. Вот он какой-то красно-босенький, да. Ах, не попадаю. Вот тут их желающих. О, не только я. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Сейчас этого попробую. На высоте-то который. Есть. Так, что еще, что еще? Где-где-где-где-где-где-где-где-где? Щелкать тут нельзя вообще. Закрылки уберем, пока перегреваемся. Ну, они сейчас быстро переобуются и взлетят. А мы-то тут без БЗ, да, покоцанные, перегретые. Это, конечно, такой вариант нереальный. Никто не воевал на... Прямо на виду вражеского аэродрома. Это, конечно... Ну, вот, БК, да. Ну, конечно, БК сейчас кончится, и вот надо выходить из боя. Парни там завязли, и выйти очень сложно. Выйти очень сложно. Те вылетели на свежих машинах подчиненных. Ребята, конечно, это все здорово. Команду дать на выход, никто не решается. Где-то шумеет, где-то шумеет. Наш, похоже. Так, а это, похоже, это не наш. Это 112-й. Он валит со страшной силы в сторону филда, конечно, понимая, что без высоты. Он сейчас легкая добыча. А может, ничего не понимая, просто летит. Летит. И ни о чем не думает. Думаю, туда не пойдем. Атаковано врагу. База бомбят. Немного осталось продержаться-то. Жить-то как охота, а? Виртуально и реально. Так, у нас тут остается на бомбежке. Да, ребята, проходили. Да, ша ушел. Устал. А вот это, наверное, бомбер, который отбомбил наш филд. Пойдем на него там заодно. Посмотрим, может быть, точки А там что-то поджимаем. Очки команде. Так, а это возвращается-то кто? Прикрывайте бомбардировщики Д-4. Как-то наши возвращаются. Ух ты, кто тут? Что-то такое. А, это зенитки. Футу, блин. Тоже опасно. Высоты-то немного. Да, он идет вниз. С разгоном его догонять реально. Так, они на сиропе, да. Да, это лениц пришел. Да, это лениц. Да, зря он сюда приходил. Так, а нам надо, мы уже в точку Ва двигались. Да, чуйка сработала, что этот контактик это два. Один был сильно подозрительный. Все-таки это был враг. Думал, что боты идут боты от предстали. Что-то как-то он, это вот необъяснимо, бах, щелкнуло в мозгу. Как-то он странно пошел вверх в облака. Х-13 еще. Причем, Бухарлем тоже ушел. И Маэстро тоже ушел. Нет? И Маэстро ушел. А немцы-то подтягиваются наоборот. Так, шуртука. Где-то, где-то что-то опять. Какой-то звук. Вот так, шуртука. высота двушечка нормально все забываю на какой высоте захват сделали халява какие-то же правила есть в высоте можешь 10 километров прилетел улетает кто тебя не поймает если такой самолет у тебя есть говорят что нет до определенной высоты сильно будет узнать пацан так а на чем лететь x13 налаги полетел ну конечно лак то тяжеловат он им по природе говорит был такой тяжелый вали точка а теперь опять на север переместилась да да сюда мотаться бензина не напасешься ли целого наземка какая-то появилась под нами на прикройте меня высота 1300 анису какую-то анису иначе он летает на семерочке пойдем туда далеко конечно что делать сейчас сиганцы туда сместились в точке а и все идут мои отжимая точку успеть чуваки кто на мышке возвращается или чест джойстиками а и а и 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 Хотя и лак, конечно, может быть, но больше на и лак-то не похож. Сейчас посмотрим. Да, похоже, 111-й, наверное. Пишу стрелок без сознания, а шмаляет только в путь. Правда, их несколько было стрелков. Да. Чуть коцнуло у нас. Ну, вроде один идет. Патрончик как-то не очень. Не попадаю. Патроны кончились. И двигло-выбил. Надо куда-то садиться. Надо садиться в поле. Наша территория. Так, вот справа что у нас? Пошел на базу, заходит. Да, базу пробомбили эпически. Бам-бам-бам. Сейчас у базы и сядем, наверное. Так, закрылки работают. Подойдем к базе, посмотрим разрушения. Ну, наверное, сейчас ему запишут. Да, вот что он нас сбил. Мы на самом деле бежим к ремонтной базе к остаткам. Там у них токарный станок сохранился. Мы починим самолет. Так. Надо немножко отдохнуть. Так, продолжаем трансляцию мачо. Бой. Сюда что ли? Куда она скинет? Так, почти добили, почти добили врага. Что там у нас? Ага, арочки полетели. Ну вот. Начались разборки в чате. Кто-то кого-то сбил, пока я тут бегал за ангар из союзников. И разборы полетов пошли. Ну да, там предатели. Борьба идет на шутку, но осталось немного. Кресло у меня аж в ажиотаже отодвигается. Педали не достают. Прикройте бомбардировщики ЕС-7. Они только появились, наверное. Миссию мы, похоже, выигрываем. Я думаю, что за оставшиеся сколько-то минут-то. Но вообще за час, конечно, вот если все выйдут, красные, там синий начнут мутузить, наверное, можно отыграть. Но это не представляю я, как это, какую ситуацию додавим. Наверное, додавим. Но не расслабляемся уже. Времени немного провел. Опачки. Похоже, победа. Пистолетом. Да, товарищи. Это был трудный бой. Но команда была в этот раз сильная. С такой командой не победить. Это надо было постараться. Меня несколько раз прикрывали ребята. Большое им спасибо за это. Второе место в команде. Бааааа! 72 очка. Вааааа. так и чё там спасатель наземной техники удары с тени захватов мягкая посадка спасать истребителей профессионал 11 конечно теперь профессионал гроза истребителей гроза небес на подхвате чаще всех за матч оказывал помощь в уничтожении техники противника что сказать вот так вот вот так мы все большевики задумали с вами был папа джа подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем большой привет еще раз всяческих поздравлений с наступающим праздником ваших женщин поздравляю конечно же все мы тут люди взрослые основы летаем пока